всем привет сегодня мы оказались в нижнем новгороде в компании самес кремлин и мы сегодня будем говорить о том что такое комбинированный метод нанесения в этом видео я расскажу вам в чем принципиальная разница между комбинированным методом нанесения и безвоздушным я расскажу за счет чего мы добиваемся экономии краски при использовании комбинированного метода я расскажу как настроить правильно установку комбинированного нанесения и какие плюсы и минусы у комбинированного метода нанесения по сравнению с пневматическим и безвоздушным для начала я расскажу вам из чего состоит оборудование для комбинированного нанесения кстати в народе его просто называют комбинашкой в первую очередь это насос высокого давления и здесь мы имеем дело с насосом 30 к 1 на прошлом видео у нас был насос 41 и обратите внимание на другую систему подачи материала у нас был заборный шланг который всасывал краску из ведра а здесь у нас ведро в которую просто сверху можно налить краску и начать работать здесь у нас есть две крутилки кстати в предыдущем видео нам сказали что крутилку крутилкой называть нельзя и теперь мы будем называть ее регулятор и вот этот регулятор отвечает за то какое давление мы даем в насос высокого давления пневматическую камеру а вот этот регулятор отвечает за то какое давление воздуха мы подадим в пистолет и принципиальное отличие как вы наверное смогли догадаться что у нас к пистолету подходит не только материал но и воздух то есть у нас пистолете всегда будет два шланга один подводит материал а другой подводит воздух еще пару слов об этом пистолете для комбинированного нанесения кстати это пистолет x-site мы считаем его действительно лучшим пистолетом для air mix нанесения то есть комбинированное нанесение и что мы здесь имеем у нас здесь есть по сути только один регулятор который позволяет нам регулировать раскрытие факела и важная особенность этого пистолета что здесь внутри стоит не поворотное сопло а здесь стоит таблетка и для того чтобы почистить или поменять сопло нужно отвернуть голову эту пистолету вот примерно вот таким вот образом еще одна деталь данного пистолета это двухфазный курок и каким образом он работает что при небольшом нажатии у нас начинает идти воздух а при полном нажатии курка у нас пошел материал то есть таким образом у нас начале мы можем открыть только движение воздуха потом движение материал то есть по сути у нас получается что что мы имеем с вами традиционное безвоздушное нанесение но с подачей воздух и встает наверное у вас вопрос а зачем здесь нужен вот и для того чтобы ответить на этот вопрос нам нужно разобраться откуда появляются технологические потери при нанесении краски и самый главный фактор который влияет на то сколько краски вы потеряете при нанесении это скорость движения частиц краски из пистолета к поверхности и чем выше эта скорость тем больше краски отразится от поверхности которую вы хотите окрасить соответственно задача стоит какая снизить скорость движения частиц и давайте теперь посмотрим с вами на график какая же скорость движения краски при пневматическом нанесении какая скорость при безвоздушном нанесении и какая скорость при комбинированном нанесении и как вы видите что комбинирование нанесения позволяет нам добиться минимальной скорости движения частиц к поверхности а скорость полета частиц краски напрямую зависит от давления которые мы даем на материал то есть в насос и соответственно когда мы используем безвоздушное нанесение нам приходится красить всегда назад на достаточно высоком давлении это примерно 200-300 атмосфер то при комбинированном нанесении мы можем использовать достаточно небольшое давление это примерно 100 120 атмосфер материала и дефект который образуется на факеле при таком низком давлении мы сглаживаем как раз за счет воздуха и сейчас мы вам покажем на практике как это выглядит и для того чтобы продемонстрировать разницу настройки комбинированного нанесения безвоздушного нанесения мы сейчас прикрутили пистолет безвоздушного нанесения вы видите что здесь только один шланг здесь материал мы сейчас дали 60 атмосфер давления материала то есть мы дали 2 атмосферы воздуха установка у нас 30 к одному и я сейчас покажу какой факел у нас получается при 60 атмосферах обратите внимание что у нас есть рога так называемые для того чтобы убрать эти рога нам необходимо повысить давление материала и сейчас я подниму давление материала до 180 атмосфер а теперь давайте посмотрим с вами на результат мы получили с вами практически однородный факел и и вот таким факелом уже можно начинать работать скажем так что это не идеальный факел если мы подняли бы давление еще выше он был бы еще ровнее и давление которым нужно работать зависит напрямую от того продукта лакокрасочного который вы выбрали чем гуще краска тем выше давление тем соответственно жиже краской тем давление можно использовать ниже а теперь мы подключим пистолет x-site технологии air mix и увидим чем разница и так у нас сейчас подключен пистолет x-site давление 60 атмосфер воздух выключен смотрим какой получается факел видите да что у нас образовались врага и таким факелом красить нельзя сейчас все что мы сделаем и только добавим воздух в этот пистолет и вы увидите как изменится факел давление 60 атмосфер материала давление воздуха 1 атмосфера мы получаем с вами практически идеальный факел скорость вылета частиц из этого пистолета минимально потому что давление материала очень маленько но мы получаем равномерный факел за счет воздуха который нам его формируют в этом и есть главная отличительная особенность оборудование комбинированное нанесение от оборудования безвоздушного нанесения но в заключении нашего видео хочется еще раз пояснить зачем придумали собственно комбинированный метод нанесения изначально люди изобрели пневматический метод который был очень низко производительным но зато очень высоко декоративно затем люди придумали безвоздушный метод нанесения и мы добились очень высокой производительности но потеряли в качестве и вот как раз комбинированный метод нанесения он позволяет поддерживать высокую производительность и также добиваться очень хорошего внешнего вида и кстати все поезда ласточка которые окрашены нашей краской лангвицер они окрашены комбинированным методом нанесения вы можете увидеть как блестит лак насколько он красивый ровный бешагрени и убедиться в том что действительно с помощью пистолета airmix производства компании сами с кремлин можно добиться очень хорошего внешнего результата